Боже, милостиво будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину блажите тебе Богородицу, присноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, безыстление Бога, Слово, Рожешую и Сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертое Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери, силы щаснага, Животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй, и спасти нас, яко благое си, и человека любит. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешному, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславе, ты грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец Наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобоем. Но избави меня от лукавой, да будет и мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу, уста мои недостойно. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и приисны, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешитель души истинной, И живи с десы, и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись, овны, и очистены от всяких скверных, И спаси, блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приисны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приисны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе. Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якожи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, возлил мы, Иси Господи, умой просвети и сердце. Снимая и отверзивая же печете Святая Троица. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне и приисны, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и ко Его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна воста благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многера Твоя благость и долготерпение не прогнелся на меня ленивый и грешный. Погубил меня с обеззаконием моими. Но человеколюбствовал, если обычно, и в нещайне лежащего возвигл меня, если воежеутривете словословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мое очи мысленное. Отверзи мои уста, поучайтесь со своим всем Твоим. И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твоя. И петите о во исповедании сердечным. И воспевайте, если святое имя Твоя, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся Христу Цареве Богу нашему. Придите поклонимся и преподем Самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 104 Псалом Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, Воспойте Ему и пойте Ему, Поведайте о всех чудесах Его, Хвалитесь именем Его Святым, Да веселится сердце, ищище Господа. Ищите Господа и силы Его, Ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, Которые сотворил, Знамени Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, Рабы Его, сыны Иакова, Избраны Его. Он, Господь Бог наш, По всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, Слово, которое заповедал в тысячу родов, Которое завещал Аврааму, И клятву свою Исааку, И поставил Туякову в закон, И Израилю в завет вечный. Говоря, Тебе дам землю ханаанскую, Вудил наследие Вашего. Когда их было еще мало числом, Очень мало, И они были пришельцами в ней, И переходили от народа к народу, А из царства к иному племени. Никому не позволял обижать их, И возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, И пророкам моим не делать и зла. И призвал голод на землю, Всякий стебель хлебный истребил. Послал перед ними человека, В рабы продан был Иосиф. В рабы? Да. Стеснили оковами ноги его, В железо вошла душа его. Да коли исполнилось слово его, Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов, И освободил его, Поставил его господином над домом своим, И правителем над всем владением своим, Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, И старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, И переселился Яков в землю Хамову, И весьма размножил Бог народ свой, И сделал его сильнее врагов его, Возбудил в сердце их ненависть против народа его, И ухищрения против рабов его. Послал Моисея раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его, И чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму, и сделал мрак, И не воспротивились слову его, Приложил воду их в кровь, И уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, Даже в спальне царей их. Он сказал, И пришли разные насекомые, С книпы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, Палящий огонь на землю их. И побил виноград их, И смоковницы их, И сокрушил дерева в пределах их. Сказал, И пришла саранча, И гусеницы без числа, И съели всю траву на земле их, И съели плоды на полях их, И поразил всякого первенца в земле их, Начатки всей силы их. И вывел израильтян серебром и золотом, И не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шестью их, Ибо страх от них напал на него. Простер облаков по кровь им, И огонь, чтобы светить им ночью. Просили, И он послал перепелов, И хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, И потекли воды, Потекли рекой по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое К Аврааму, рабу своему, И вывел народ свой в радости Избранных своих в веселье, И дал им в земли народов, И они наследовали труд иноплеменных, Чтобы соблюдали уставы его И хранили законы его. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресне, И во веки веков, аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресне, и во веки веков, аминь! Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своему многу любви сошел на землю и воплотився, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и не изречены в милости, Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спаса от отчаявшихся, то верою спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо этого дела да умеется мне, Боже мой, Потому что совершенно не на те дела правдущих меня. Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, Да и это причастникам славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт мне от Твоих руки оградой, Но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, Скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, Очерил Матери Моей. Спадал меня, Господи, Возлюбить Тебя теперь та же, Как возлюбил я когда-то свой тайный грех, И чтобы снова подразиться для Тебя, Без лени, усердно, Как прежде подразился сатанепрещающему. Особенно же, Подружусь для Тебя, Господа и Бога, Иисуса Христа во все дни жизни, Ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Поставь мне охранник мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступи от меня за него сдержание мое, Не дав возможности злому демону Подчинить мне себе пребладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную И опустевшуюся руку мою, И выведи меня на путь спасения. Осы, Твоя Ангел Божий, Хранитель, покровитель беды моего души и тела, Прости мне все, Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, Защити меня настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского, Чтобы мне не проникнуть Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, Чтобы Он утвердил меня в страхе Своем И сделал меня рабом, Достойной Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая ладыщица, Моя Богородица, Своими святыми и всесильными молитвами Отгонит меня смиренно, У несчастного раба Твоего, Уныние, Забвение, Неразумие, Нерадение, Удресы скверны, Лукавые, Ихульны помыслы, И закояна моего сердца, И помраченного ума моего, И погаси плавя моих страстей, Ибо я убогу несчастен. Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов, И освободи меня от всяких злодеяний, Ибо Тебя благословляют все роды, И причистое имя Твое славится Во веки вечное. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Каждый себя поминай, Ибо мы усердно к вам прибегаем, Скорым помощникам, молитвенникам О душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Обрадана Мария, Господь с Тобою, Благословена Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась и Христа спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила Щаснага, же творящего Креста Господне, Не остави нас, грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твои, И благослови достояния Твое. Победа на сопротивное дару И Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помил отца моего духовного, Родителя и сродника, благодетель, Митрополита Илариона, Епископа Эптихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосимова, Алипия, Андрея, Петра. Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александр, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Митрополита Тихона, И весь священничество, и инощество, ищен. И высшие истинные служители миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священникам, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них, и умудри издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. Коснись Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованые Тобой наши таланты. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и все идеи сохранены от всякого рода зла и греха и непосильных искушений. Сохрани жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима и Владимира, обрати на путь покаяния. Благостаю Людмилу, любовь, Владимира, Алексея и Иосифов, пришли добрые жители, любящих Тебя и уставы Твои, с детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину и расширь пределы общин, побуди всех на проповедь Слова Твоего. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Евгению, Наталью, Роману, Михаила, Нину, Ану, Юрия, Арахиль, Ездру, Рустика, Тимура, братья и помилуй, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, Сергея, Александра, Александра. Возри, Господи, на угрозы врагов, их злодейства, их хуления, и закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумия, и ты дал отдохновение от них, от их разрушительной силы. Аллилуйя! Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и в будущее, Елену, Людмилу, и обратии Евгения, Наталью, Надежду, Эдуарда, Юрия. Аллилуйя! Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлии, и уменьши сердце Максима, и благослови его на проповедь. И избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, и все наше родство. Найди и благослови Евдокия, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Симоненко, Татьяну, Ирину, Посети болящих, Господи, дай силу перенести страдания, и пошли им исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Валентину, Татьяну, Татьяну, Валентину, Марию, Александр, Анну, Надежду. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по твоему благоволению все это может оказаться нам на пользу. Аллилуйя! И наше сокровище в интернете и книги здесь и в пути, и сохрани, Господи, как и до сего времени было, и трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, говорил он, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава с семейством его, с содружеством. Аллилуйя! И романа избавь от духа лжи. Виталию Никите даруй духовное рождение свыше и желание трудиться своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! Обратите Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение, жизнь вечно отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, родителей, сродников, благодетелей наших, и всех православных христиан. И сотвори вечную память, вечный покой. Эти новые души, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины, да познают истину, да отвергнутся лжи. И сохрани их, и помилуй это обочтение врагом. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Авва, Отче! Свят, 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 Господь Саваов, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину, воздай добром в вечности здесь, всем трудившись над моей душою, Мария, Стефана, Александра, Михаила и Анну, Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Неба Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас с молитвами своими и покроем афором любви и защити от всего, что не славит Сына Твоего, Иисуса Христа. Аллилуйя, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, Моли Бога, о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел, за эту ночь. И столько лет Ты хранил и защищал от опасности видимых и невидимых, и только в вечности это откроется. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Благодарю Тебя, Господи, что дал нам пример бескорыстной жизни. Научи нас жить скромно, имея пропитание и одежду, быть благочестивым, довольным, никогда никому не завидовать, не роптать и во всем быть экономным, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ, кротость и воздержание, добрый архипастер словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Авель, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Неамос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаил, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрих и пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, Дабы день прихода того нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры, И сосудами полными или добрых дел, Соделанных духе святом с любовью, Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые ангелы, Архангели Хюрвимы, Серафимы, Сенебесные силы, Престолу Божию предстоящие, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Луха и Анг, Да даруют Господь нам жажду, Исследовать священное Писание, Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, А они и свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликапс, Смирский усин философ, Касмайдем, Иоанн Андреевич, Тротилат и Иерон мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, Дай веру, Старшие родители за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саропский, Ян Тобольский, Ян Кронштадский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и Филарет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепи ты, сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыселить яков Господи, разруши, развей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония, вера, надежда, любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетой, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание, молчание, соломудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их осяческо поругание, исправь, не покорилась Галины, семейство Евгении, Надежды, Светлана, Мария Ромиса, Людмила и Анна. И прими нашу молитву, возъявляя рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Просим Тебя, Господи, Владыка неба и земли, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, ради пролитой крови Его за всех нас, услыши и прими нашу молитву и исполни о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши Траб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Господи, Возврати путешествующих Раису, Льва, Виктора и Акима. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что, вы не будете, Иноченко? Сейчас затоплять буду. Сейчас. Сейчас начнет Сергей. Подхожу. Так. Так. Вот так. Давай сюда. Ну, куда в этом байпусе. Куда в этом байпусе. Я подсушил. Вопрос 121. Русская православная церковь за границей называется свободной, как правоприемлица древолюционной церкви. Но церковь разве была свободна от светской царской власти? Или термин свободная относится к другому? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Русская православная церковь никогда не была свободной. Ни при царе, ни при коммунистах, ни при демократах. Зарубежная церковь, называя себя свободной, имеет в виду, что была свободна от сталинского режима и от коммунистического насилия. Но свобода ее и за рубежом была весьма относительна. Пусть зарубежные священники пробудятся. На первое место в своей деятельности поставят проповедь, как американские сектанты в России католические ксенды. Тогда они познают в течение одной недели, что есть западная свобода и какую узду наденут на них в Италии и других странах. А так как они ограничивают свою деятельность одним храмовым богослужением, то они не страшны и никому не нужны. Они никого не трогают, и они свободны в своем ничего не делании, в глубочайшем молчании и затворничестве. Это рабство, ограниченность рамками традиции считают свободой. Свобода во Христе – это свобода духа в распространении евангельской вести всему, всем и повсюду, даже до смерти. Про несвободу синодальной церкви в России и говорить неприлично. Гришко Распутин мог вмешиваться в постановку епископов. Царь назначал епископов, синод только утверждал. Травили старообрядцев, а это значит травили всех своих предков, уже отошедших из этой жизни в их лице. Не обличали царя и доигрались в послушание монаху, что сами загремели по лагерям смерти и царя погубили своим подходимажем. И более всего удивительно, что Иоанн Кронштадтский, громивший льва Толстого и революционеров, ни слова ни разу не сказал в обличении отца им. Вопрос 122. Сегодня пришлось беседовать с одним из сторонников отца Михаила Капранова, настоятель Никольского храма города Барнаула Московской Патриархии. Он говорит, что во многом согласен с вами, но считает, что вы вносите смуту среди прихожан своим обличением. Что ему отвечать на это? Включает Игнатий Тихонович Лапки. Когда он заболеет, и тем более в смертный час, тогда он скажет более этого. Мне передали прощальные слова митрополита Гидиона Новосибирского, когда он уезжал. Между прочим, он сказал, служил я здесь 13 лет, и был у меня только один человек, который говорил мне всегда правду в глаза. И назвал меня. Передайте отцу Михаилу от меня. Дай-то Бог, чтобы вы при жизни поняли, кто вас любит. А не я только не согласен с вами, но могу сказать вместе с Ио. 27 глава 5 стих. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Пригласите их на занятия, дайте почитать свои конспекты. Без насилия над своей душой они не смогут не согласиться, что вся правда открыта в Священном Писании, и оно есть наивысший авторитет, а не авторитет грешного попа. Отец Михаил обольщен всем, что произошло с ним после его приезда в Барнаву. Сколько времени он пробыл на монархических выкрутасах, на пустопорожних встречах с мирскими людьми по разным комитетам и конференциям, и никогда по слову Божию прямо он не говорит. Научился поджимать губы, смотреть, поворачиваться, как мирской деятель. Дает интервью и о дружбе с Астафьевым, с женой Даниила Андреева, говорит. И видно, что сам нуждается в хирургическом вмешательстве в свою неправославную веру. Политзековские интервью для МК на Алтае, это-то и ужасно, что он заложник созданного им для себя общепатриархийного имиджа советского попа. Был Антоний, епископ Алтайский. Захватил, подмял все и вся под себя. Но вот умер в 41-м году, в 2001 году, в июле. И новый на его место поставлен и уже об Антонии ни слова, ни в одной газете. И так с каждым. Заключал договоры с администрацией города и края о духовном возрождении и прочей благоглупости, творил и сгинул навеки. Так и Александр Лебедь все давил и гнул без совета с кем-либо. Как его, оставшийся в живых охране, говорит, что не хотели лететь, а он их поставил и сказал, всю ответственность беру на себя. Грохнулся с вертолетом, в котором было 20 человек, об землю и уже за собой потянул на тот свет еще 8 человек. Вот и вся ответственность. И уже через 3 дня зарыли, и как будто не было никогда этого тамокура на этой земле. И рады-то быковы этому могут освободилась креста. Все в мире неверно, и смерть лишь одна. Верна, неизменно верна, она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненной сказке конец. Вопрос 123. 3. Что означает преподобный, блаженный, кого называют равноапостольным, святым, исповедником? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Преподобными называют святых монахов, блаженными называют Христа ранее родивых, а также некоторых других. Все эти названия, табель о рангах, не евангельские названия, а придуманы позже, когда евангельский путь был практически забыт и отвергнут. По евангелию блаженным называются нищие, духом, плачущие, миротворцы и так далее. Смотри на горных проповедь. Евангелие от Матфея, 5-7 главы. Кому не нравится наше пояснение, попробуйте без превзятости, внимательно прочитайте Новый Завет и найти хотя бы маленький намек на устройство монастырей и на все эти названия, принятые у православных и католиков. Исторические церкви в данном вопросе идут не просто не евангельским путем, а антиевангельским. Рассмотрите слово «юродивый» по Библии. 1 Калифина, 11 глава, 18-21 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Это слово в Новом Завете встречается только в этих двух местах. Как можно и на каком основании вывести из этого целое учение концепцию о пользе, необходимости кривляния, умышленного отказа своего разума в деле следования за Христом? Это трижды и бесконечно антиевангельское измышление. Библия напоминает только один раз о юродстве, о имитации сумасшествия ради спасения временной жизни. 1 Книга Царств, 21 глава, 15 стих. «Разве мало у меня сумасшедших, чтобы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Напротив того, слово «мудрость», «премудрость» встречается в Библии 544 раза. Книга «Премудрости» Соломона, 7 глава, 28 стих. «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». Почему Соломон не молился о глупости, которой у нас и без того хватает, а просил премудрости, имя которой Бог? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о мнении людей-язычников и иудеев, которые считали проповедь о распятом плотнике из Назарета безумие. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 по 31 стихе. «Ибо слово о кресте для погибающих и уродства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник? Века сего. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силы в Божию премудрость. Потому что немудрая Божия премудрее человеков. И немощная Божия сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрая мира, чтобы посрамить мудрых. И незнатная мира, и уничиженная, и ничего не значащая избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа. Написана целая книга русские и уродивы, изданная зарубежной церкви. Значит и там этим давятся. Проиграли целую Россию храмы. Все вожделенное, а в разумление так и не пришло. Реакция на эти мои слова будет только одна. Юродивая злоба. Библия для православных и католиков стала практически самой ненавистной книгой. При богослужении читаются отрывки из Ветхого Завета по Риме и очень часто. Притча 9.1. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его. В православной транскрипции хотя бы один столб должен быть глупостью. Будьте мудры, это призыв и благословение. Русь приняла искореженное и испорченное православие. Юродивое. И только отдельные души доходили до этого и были гонимы и уничтожаемы. Равноапостольные. Кому у русских присвоены эти высокие звания? Княгиня Ольга, князь Владимир, у греков царь Константин, Кирилл и Мефорий, Нина, просветительница Грузии. Кто такие апостолы? Это сосуды Духа Святого, посланники Божии. Значение слова апостол, с греческого посланник. Куда и кем послан? На проповедь Евангелия по всему миру. Что из этого было у Константина, крестившегося в смертный час, у Ольги или Владимира? Ничего, кроме указа провозгласить христианство государственной религии. Никуда они не шли с проповедью, ни одного дня в жизни не прожили апостольской жизнью. Причем же это звание равно апостольному? Это название применимо только к Кириллу и Мефодию, Нине, Иннокентию, Митрополиту Московскому, Стефану Пермскому, Николаю Японскому, Макарю Алтайскому, Гухареву и неведомым нам рядовым проповедникам Слово Божие. Не равноапостольным, а подражателям апостолов. Исповедники – это те, которые были арестованы, потерпели поругания, издевательства и даже пытки, но остались живы. Святыми в Библии названы все, кто уверовал во Христа, принял святое крещение, хотя бы по жизни и еще не достиг совершенной святости. Книга Деяния 9.32 Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде, в Римлянам 1.7, всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам 1 глава 1 стих Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Филиппийцам послание 4 глава 21-22 стих Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе, приветствуют вас находящиеся со мной братья, приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева Дума. 1 Фессалоникийца 5 глава 26-27 стих Приветствуйте всех братьев, лапзанев, святым, заклинаю вас за Господом, прочитать сие послание всем святым братьям. Все святые, у нас не одного, кто хочет грешники, но сейчас спрашивают. Придумали, грешник, грешник, грешник. Вопрос 124 Спрашивают слушатели воскресной школы отца Михаила Капранова. Чего хочет достичь Игнатий Тихонов, всякий раз осуждая отца Михаила, засылая своих людей с приглашениями на свои лекции и всовывая в руки газетки? Отвечает Игнатий Тихонович, лапки. Придет время, предсказанное пророками. Книга пророков Мосса, с 11 по 13 стихи, 8 глава. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю в голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господнее, и не найдут его. В тот день и стоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Прихожане нашей Крестоводвиженской церкви города Барнаула, посещающие наши занятия, которые я веду Богу и ЭГТУ, ходили неоднократно на занятия отца Михаила и делали сравнение того, что они слышат здесь и там. Им есть что и с чем сравнивать. У нас занятия, полный курс, 4 года было и сейчас 5 лет. Мы проходим толкование всего Нового Завета по Святым Отцам Православной Церкви за это время, толкование Ветхозаветной книги «Песнь песней», противосектантские занятия около 20 тем. Учимся беседовать с разными слоями общества на основании Библии и на каждом занятии я отвечаю на все вопросы вот уже 12 лет по Библии. Смысл толкования любого места священного писания, вопросы политические, экономические, семейные, по работе, празднике, история, искусство, секты и многое другое. За это время отвечено более чем на 2900 вопросов. Готовится серия книг, около пяти томов по 752 страниц с открытым оком. Мы хотели, чтобы наши люди ходили на занятия к отцу Михаилу Капранову, а их люди к нам, но из этого ничего пунктного не вышло. Наших людей отец Михаил просто вытурил за шею, не желая ответить ни на одну записку от них. Когда несколько человек из его группы пришли к нам на занятия, восторгу их не было конца. Теперь они члены нашей общины. Тарасова Лидия, Сирина Галина и другие. Они сказали, уровень преподавания у отца Михаила кухонный. И из года в год одно и то же. По книге закон Божий монотонно и смертельно скучно. Сонное царство без священного писания. Наши люди предлагали его слушателям бесплатно материалы к истинному крещению и другие 13 материалов, которые изданы в книге к истинному православию. Я глубоко убежден, верю в это, что эти материалы будут искать, согласно пророчеству Амоса, но очевидно уже после моей смерти. Все они составлены и названы подборкой материалов на основании. Первое – Библии. Второе – канонов и соборов. Книга правил. Третье – творение святых отцов. Вселенская церковь. И четвертое – житий святых. Они неотразимы и неопровержимы никем. Но священники на глазах у своих прихожан демонстративно рвали эти материалы. Книга порока Иеремия, 36 глава, с 1 по 4 стихи, с 21 по 32. Четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде, и о всех царских, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злопути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжний свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. Царь послал Иегуде принести свиток, и он взял его из комнаты Ересама царского писца и читал его Иегуде вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегуде прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежды своих, ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан и Гелая и Гемария упрашивали царя не зажигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сераи, сыну Аризилову, и Селеми, сыну Авдеилову, взять Варуха, писца Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господня к Иеремии, после того, как царь сжег свиток, и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему. Возьми себе опять другой свиток, и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь Иудейский. И царю Иудейскому Иоакиму скажи, так говорит Господь, ты сожег свиток всей, сказав, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Иеремийиловский разорит землю свою истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царя Иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды, все зло, которое изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток, и отдал его в ароку песцу сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сожег Иоаким, царь Иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. На сегодня достаточно пока. С Богом. С Богом. Спаси Христос. Спаси Христос, Богом. Спаси Христос.